Моя внутренняя занудка постоянно как бы увеличала от возмущения. Всем привет, я Даша, и буду сегодня говорить о прочитанном за ноябрь 2019, самая первая книга до ноября. Была «Холодная гора» Чарли Фрейзера. Есть очень хорошая экранизация на эту книгу с Николь Кидманом, неподражаемой. И надо сказать, что когда я прочитала книгу, я убедилась, что фильм точно копия Книгинингейм, к моему изумлению, и даже, наверное, получше, потому что главный героиня в фильме умней, интеллектуальный, сообразительный, независимый. Доброе утро, ваше преподобие! Эска, помните мою дочь Аду? Из Монру? Доброе утро! И там в конце есть такой очень хороший посыл, очень хорошие слова о подведении итогов. Всего этого в самой книге нет. Героиню в книжную версию я нашла очень безвольной, совершенно несамостоятельной, которая не получила своего развития на протяжении сюжетной линии, как это было, например, в фильме. И если бы не Руби, она бы, пожалуй, и не выжила бы. Что касается Руби. Мое имя Руби Тюз. Ваше имя я знаю. Киноверсия мне тоже нравится больше, потому что в книге она вышла немножко неправдоподобно. То указывается, что она росла в лесу, сама по себе, чуть ли не Маугли какой-то. То она выдает такие перлы, что будто Гавард окончила. Действия происходят в США, война происходит гражданская между севером и югом. И как раз вот эти события и приживают главные герои. Здесь очень интересно, что с помощью писательского дара автора читатель может наблюдать абсолютно за всеми аспектами жизни в военные годы. Это и мирные жители, и вояки, и те, кто лечится в госпиталях и госпиталях. Господи, со всеми у меня трудно с удалением стало. И очень о многих людях и их типах рассказывается в произведении. Весьма наглядно, впечатляюще. Ты зачувствуешь, ненавидишь, испытываешь самые разные эмоции. И это чудесно, я считаю. Но я все же остаюсь при мнении, что киноверсия мне как-то ближе. Там как-то и гармоничнее, и герои поярче. В общем, вот так как-то. Ну и так как пошла тема гражданской войны США, то мне захотелось прочитать «Унесенные ветры». Читала их очень-очень давно, в детстве. Я вам покажу совершенно жуткое издание. Они перенажали семье родной сестры моей мамы. Вот такие два тома. Черные. Тут, видимо, когда-то была позолота, но она все абсолютно следовала. Это издание 92-го года. То есть я была вообще совсем улюдкой, когда семья моей тети передала эти книги нам в дар. Потому что сами они не читающие. И в отличие от нас, в этом плане полная наша противоположность. И чего зря полки занимают, и дали нам. Я тогда прочитала, а в те времена, каждый год, 8 марта, показывали экранизацию. Подробная экранизация выдающегося романа, который потряс весь мир. «Унесенные ветром». Я ее обожала. Знаю, она ее звучит без звука. И я просто каждую фразу озвучиваю. И без этого. Поэтому, когда я читала, меня ушибло, что в фильме не был показан некоторые достаточно важные биографические сведения о Скарлетт. Меня это очень ушибло. Поэтому я долгие годы жила в уверенность, что книга и экранизация абсолютно разные вещи. Противоположные до безумия. И до какой степени было мое удивление, когда я начала перечитывать, и обнаружила, что на самом деле экранизация в плане событий весьма точно передает книгу, ну вот, кроме вот тех самых биографических Скарлеттовских событий, и исключая то, что некоторые персонажи из книги не вошли в фильм. Ну, я могу понять, в принципе, почему так случилось. Фильм и так вышел длинным. Ну, он не резиновый, в конце концов. Ну, и сейчас я просто сценаристик ее знаю побольше, ну и вообще знаю побольше, в принципе, чем в малолетстве. Поэтому я могу это понять. О чем книга? Я знаю, существуют люди, которые не слышали и не видели экранизацию. Да, я сама была в шоке в свое время, когда я обнаружила это. Ну, как я сказала уже выше, «Женская война». Но на этот раз, если там как бы акценты особо не расставлены, кто на чьей стороне, то здесь очень строго, что главный герой на стороне юга, а север зло. И вот еще один момент, которому я удивилась, потому что там наш посвященный век, многие читали, видели экранизацию фильма «Прислуги», и существуют многие книги про угнетение афроамериканцев, например, «Хижина дяди Тома», ну, многие другие произведения. И мы знаем, что многие жестокости допускаются по отношению к этим людям, но в книге постоянно подчеркивается, что на юге относились к рабам очень хорошо, как к детям. И даже тот, помните, момент, когда Скарлетт ударила «Прис» за свою служанку, всячески подчеркивается, что мама всегда Скарлетт внушала, не грабить нельзя. Ни в коем случае нужно только ласковым словом с ними обходиться, исключительно. И когда одна сись, Северяна, задала вопрос, что «Сколько вы держите годчик для того, чтобы травить своих слуг?» Та была так возмущена, и это было для меня таким ошеломлением. И еще один момент. «Куклус Клан». Наверняка вы знаете, да, что это такое? Это российская организация, которая убивала афроамериканцев. Порой очень жестоко. Главные герои, ну не все, часть достаточно таких важных, весомых героев состояла в этом «Куклус Кланин». Это для меня было так поразительно, но преподносит с автором очень деликатно, мол, ну, негр же убил, он как бы изнасиловал белую, член, ну, ему суда дожидаться, надо убить. Или там, ну, негр же вольно отпущены, они же так, раз это, разлинились, работать не хотят, ну, как не наказать. Ну, вот все это так деликатно прописано, я сидела и думала, она правда в это верила, или она просто попыталась как-то вот эту сторону юга оправдать перед другими, которые, ну, слышно, вот, о Куклус Кланине, который, правда, на юге был организован, и как бы о том, как некоторые обращаются со своими рабами, ну, мне кажется, она пыталась романтизировать этот момент, чтобы все так не переживали по этому поводу, так что, я не знаю, что сейчас думать, но я готова закрыть на эти глаза, на это глаза, потому что, я смотрю на то, что роман достаточно такой объемный, души, я вот целых две недели читала, он, это смотрит скорость учтения, он, там, нет вообще ни капли воды, там каждый абзац очень интересен, интригующий, любопытен, занимательен, непревзойденный, у автора настоящий дар, это невероятно, это просто волшебно, несмотря на то, что, какие чувства вы испытываете по отношению с Каной, это, конечно, бесспорно, спорно, прошу прощения, стартологи, роман, выдающийся, эпичный и легендарный, не побоюсь этих слов, поэтому, если вы еще не осмелились на его прочтение, дополнить пробел, не пожалеете. Далее я знакомилась с циклом «Зимняя ночь» Кэтрин Армен, и сначала я заполучила книги в этом варианте, я знала, что это славянская фэнтези, поэтому и скачала, и потом только увидела, что автор, оказывается, не американка, всем помню, я, наверное, слова знаменитого Марсиния понять, у меня были глаза по полтиннику, когда я увидела, что я американка, и все-таки мне не похожа, так я проверила, она увлеклась в колледже российской культурой, даже узнала наш язык, два года получилось в Москве, здесь в России, и вернувшись в США, написала этот цикл. Первая книга «Медельцы Соловей» «Самая удачная», на мой взгляд. Все эти книги начинаются со стихов Пушкина, во всех двух книгах по сюжету в начале кто-то кому-то рассказывает сказку, в первых двух о Морозском, в третьей о другой героине. И, как я уже сказала, первая самая удачная, дочь чародеки рожает, тоже дочь, но она, ее не единственный ребенок, и эта девочка оказывается со способностью чародеки тоже. Она на короткой ноге с русалкой, домовым и прочими славянскими духами. Но однажды приезжает священник, и духи начинают слабить, потому что вера кочует другую религию. И, с одной стороны, все написано хорошо, потому что читаешь, и становится стыдно, что ты подзабыл вот эти все корни. И, хотя в нашей семье по-прежнему первого числа каждого месяца ставится для домового поесть, так сказать, подношение своего рода, я сидела, когда читала, я прям гордилась, что мы вот это не забыли и там мало оно защитит, наверное. Но, с другой стороны, есть здесь какое-то богохольство, какое-то на христианскую религию гонение, но не гонение, ну, послушайте, я позволила себе выписать, помните о страхе Божьем, Богу надо не бояться, а любить и почитать, это другое, он наполнил сердца этих людей страхом Божьим, они боялись его и правильно, он ведь посланник Бога, он всех нас убьет, проговорил русалка, это уже началось, если он продолжит, придет буря, земля останется без защитников, он священник, уже заставил людей бояться, хозяин земли слаб, а его брат уже очень близко, он придет, если защита спадет, хуже этого ничего нет, и вот в таком духе очень много посылов, демонстрируется слабое знание наших сказок, плохо отредактирован текст, например, пишет, после двух недель пути голод давало себе знать, ощущение, что две недели вообще ничего не ели, спустя две страницы пояснилось, что это было просто скудно и плохого качества, но как бы мне кажется, это стоило сделать сразу, а не спустя скок от страниц. Плохое знание нашей истории, тут, например, дети выполняют, дети поярина, чисто крестьянскую работу, хворост, собрать, крышу починить, где-то видно, где-то слышно. Я, конечно, понимаю, что фэнтези может позволить сам жанр себе какие-то отступления от истории, но моя внутренняя занудка постоянно увеличала от возмущения. Няню я вообще не понимаю, зачем, если она видишь, у нее в руках оберег, зачем его упрятать от человека, которому стоило бы отдать, и вообще этот момент объясняется только в третьей книге, или во второй, я уже подзабыла, если честно. Я не понимала. Но вообще к средине где-то ближе к концу скорее автор расписалась и стала увлекательна. Она даже смогла на меня нагнуть жути. Ну может быть дело было то, что начитала я уже ночью и я даже в конце немножечко так послезилась. И в конце книги есть словарик, где дается характеристика более нам знакомых словам, но видимо словарик рассчитан на англоязычную аудиторию. Я читала все снисхождением к вам например описание Сарафана. Сарафан это платье напоминающее джемпер фартук с яунками. Ну в общем такое вот самое элементарное объясняет это достаточно вещь читать. Вторая книга называется Девушка в башне уже написана в Москве и автор повторяя с той же самой ошибки текст прописан слабо. Ну давайте сначала все-таки про Москву. Где-то там далеко происходят разбойничные нападения причем очень жестокие сжигаются целые деревни девочки уводятся и Дмитрий Иванович князь в будущем прославится как Донской со своим монахом воителем Александр Пересвета хотя как-то эту ситуацию развалить. Повторяется главная героиня говорит ща все будет положитесь на меня фигня вопрос и как бы вертится дальше. Но автор повторяет свои ошибки. Логика построения предложений все еще хромает. Например сестра героини находится в Москве и ее дочь говорит про другого человека. Она приехала в Москву и стал становиться дам. Почему там? Они живут и в Москве. Вернее было бы сказать не там а здесь. Ну вот так. Немножечко ошибка. Автор постаралась сделать книгу более такой элегантной придать ей глянца, блеска, больше метафор как-то. Но получилось это не очень подходит общему настроению книги. Ну словно надела неподходящее платье. Или аксессуары неподходящие к платью. То есть как-то вот так. На протяжении не очень хотелось пнуть автора за то, что она называет морозко демоном, а славянских духов чертями. Это можно было обожидать от священников, от обратившихся в христианство людей, ну от главной героини, которая дружит со всеми этими чертями. Это было просто для меня так дико, так тезал мне глаз, я была в шоке. слабо прописано романтическое зрение, мне не понравилось и на неправдоподобности здесь вам не проснулась дочь следователя по особо важным делам написано погиб мужчина от удар мяча это что удар был сделан вот так и тогда получается вроде как граница шеи и долюбер достанет но это все-таки тогда надо формулировать не как удар по шее как-то иначе надо сказать ну и вообще человек вырос в деревне и как мы видим в первой книге выполнял крестьянскую работу мне кажется она могла бы и отличить удар мяча и топора более грубый и оставлять другой совет она видела могла видеть эти следы там на дереве даже на телах животных и мне кажется она могла бы отличить ну может я просто уже придираться начала и историческая неточность в сюжете есть лимон действие происходит в 14 веке в то время как на Руси этот фрукт появился только в 16 автор не разбирается еще кстати в родственных связях ну здесь ее попинать трудно в общем по сюжету то есть на самом деле я в реальности разных источников искала есть ли родственная связь между Дмитрием Ивановичем и монахом воином Александром Пересветом не нашла таких сведений но по сюжету они родственники автор называют двоюродными братьями но как я поняла как сама автор описывает родственную связь они сколи слотные потому что они потомки одного мужчины но от разных женщин так что слотные мне кажется и в конце есть и объяснение касающиеся наших имен и среди них случается такое сведение что якобы наши женщины когда выходят замуж они меняют свое отчество на имя мужа например если мужа зовут Иван а мне свое отчество на Ивановна в первый раз об этом слушаю ну то что я об этом впервые слышу не значит что это не так но я поспрашиваю других людей они тоже слышали впервые так что как-то это странненько и третья книга называется Ведьмина зима глянется на правила тут молодец но ошибки остались прежними исклическая недостатая верность постоянные фраз неточные опять же одно что Владимир назван Виктором но это вероятно переводчик в конце снова из класса рев снова я с ним не согласна славянские духи названы чертями и тут кстати википедия кивает головой но я не киваю я качаю потому что для меня черти это христианское понятие которое пришло вместе с связи на Русь и имеет всегда абсолютно негативный окрас а славянские духи нет они были то христианство и среди них есть хорошие о чем говорит кстати и сама героиня устала уже болеть еще потому же далее недостойные знатные дамы жюлиетта бенсони автор казалось бы как все это название эти истории должны быть о благородных дамах которые накосякили на самом деле их 16 историй здесь 16 это такие дютюктивно преступные истории в основном произошедшие во Франции там есть две истории про США одна про сальмских ведьм и другая про разбудников первого истории округления банка которое произошло в США из 16 историй только сей в которых виновница женщина и из семьи они только полторы благородных кровей полторы потому что одна из них не так уновожденная несмотря на то что название немножко некорректное насколько такое маркетинговое читать невероятно любопытно особенно про цагиню Даганш или на графине ну и последняя книга Суложин Борис Сакуин относительно новинка вышли несколько месяцев тому назад это роман квест здесь восемь разных окончаний кстати Суложин это таблетка так называется то есть вы читаете заканчиваете главу автор вас спрашивает что делать дальше предлагает вам вариант развития событий выбирайте один и соответственно приходите на страницу указанную читайте дальше и таким образом узнаете свой тип личности который указан по завершению поискования автор не угадал то есть к тому типу личности к которому пришла я это абсолютно моя противоположность описана это скорее не моя личность а мое предпочтение в литературе еще маленький ну и то что недостаток слабое место что у этих типов личности нет названия допустим когда какой-нибудь человек прочитал книгу хочет посетить а какой тип личности у тебя и приходится описывать погромностью характеристику давать типу личности это трудоемко и не всегда человек помнит и если бы были бы названия хотя бы неофициальные а Борисом Куниным данные то было бы проще здесь множество иллюстраций но они со спойлерами не все но есть такие очень необычные кстати так что именно в моем случае книга как идентификатор своего типа личности провалился но в плане сюжетных поворотов это вообще я была шокирована так так что в этом плане мой оптим крайне положителен но в плане идентификации личности поспрашивали что у кого-то тоже не совпало а у кого-то совпало так что тут видимо как повезет на этом все я спешу с вами попрощаться потому что чувствую себя правда плохо болеть пока так